МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас, вне зависимости от времени года, полки в магазинах и на рынке ломятся от изобилия разных овощей. Есть подешевле и подороже, есть импортные и российские, качественные и не очень. Мы решили выяснить, кто в Чувашской республике отвечает за качество огурцов, помидор, капусты и картошки, сколько овощей производится в нашей республике и как выбрать правильно в магазине эти продукты. Человек в год должен съедать 140 кг овощей в свежем виде. Такие нормы установил Федеральный Минздрав. Это необходимо и для здоровья, и для поддержания внешнего вида. Овощи – это клетчатка, витамины и минералы. Доказано, что те люди, которые регулярно употребляют их в сыром и приготовленном виде, гораздо реже болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями, патологиями желудочно-кишечного тракта, эндокринными нарушениями и некоторыми видами онкологии. При рекомендуемой медицинской норме потребления овощей в год на уровне 140 кг в год на душу населения, в Чувашской республике потребление зафиксировано на уровне 105-110 кг в год на одного человека. 110 кг – это тоже немало, но лучше употреблять больше, и главное, чтобы овощи были качественными. Производство овощей в Чувашской республике, как и во многих регионах Российской Федерации, сосредоточено главным образом в хозяйствах населения. Ежегодно объемы производства в этой категории хозяйств составляют более 75% всей произведенной продукции. Среди районов-лидеров производства овощей можно выделить Батревский, Комсомольский и Козловский районы. Если говорить о предприятиях-лидерах, то, конечно же, это предприятия, такие предприятия, как фермерское хозяйство Семенова, Козловский район, который производит почти 80% овощей Козловского района и около 16% овощей, производимых в Чувашской республике в крупнотоварном секторе. Также можно выделить группу компаний «Слава картофелю», которые также значительные объемы овощей производят в республике. Овощи в республике растут в теплицах и в открытом грунте. На закрытый грунт приходится небольшая доля, так как крупная теплица только одна. Это агроферма «Альдеевская». В этом году там произвели 12 тысяч тонн помидоров и огурцов. Это на 2 тысячи больше, чем в прошлом. Сейчас в Чебоксарском районе строится еще один тепличный комплекс «Новочебоксарский». Это крупный инвестиционный проект. Там планируется выращивать 20 тысяч тонн овощей. Огурцы, помидоры, баклажаны, кабачки в магазинах и на рынках республики в большинстве своем привозные. Снабжают южные регионы России и другие страны. В основном сейчас огурцы, помидоры российские идут. Баклажаны, кабачки пока еще российские. Тепличные хозяйства пока. Ну вот зимой уже там баклажаны, конечно, импортные будут. По спросу, как будут спрашивать люди, так. Такое количество привозим. Но качество всей продукции под строгим контролем надзорных органов. Вся продукция растительного происхождения, она является подкарантинной продукцией. Вот в данном случае предприниматель, у которого мы находимся, по действию, в соответствии с действующим законодательством, он обязан сообщить в управление Росрельхознадзору о том, что он завез данные подкарантинные продукты из других субъектов Российской Федерации. То есть вся та продукция, которая выращена за пределами Чувашской Республики, она как бы, мы должны знать, что данная продукция поступила. Цель данных сообщений или заявлений объясняется тем, чтобы исключить риск возможного заноса и дальнейшего распространения карантинных вредных организмов, такие как насекомые, имеющие карантинное значение, сорняки и болезни растений. Проверяют овощи и их происхождение специалисты Планово и Непланово. Один из таких контролирующих надзорных органов – Росрельхознадзор. Бывают обращения граждан, жалобы, поручения прокуратуры бывает на проведение в Непланово проверок. То есть в данном случае, когда, например, вступают жалобы на какие-то нарушения. Чтобы не было повода жаловаться, нужно правильно выбирать овощи. На что обращать внимание? Во-первых, импортные продукты и несезонные. Больше загрязнены пестицидами, чем местные и сезонные. Избегайте неестественно ярких, больших и ровных овощей. Покупатели один раз возьмут хороший товар, значит, уже будут такой же товар, еще спрашивать будут. Поэтому, в основном, и внешний вид, и вкусовые качества всегда смотрят. Помидоры, например, бурые, они все равно жестковатые, стараются брать красные. Огурцы, конечно, тоже внешний смотрятся, внешний вид. Зеленые огурцы. Если чуть пожелтевшие, они уже, значит, не сегодняшний, не вчерашний. Не стесняйтесь требовать у продавца информацию и документы на продукты. Так вы можете узнать, где овощи были выращены, прошли ли они необходимую проверку срока их хранения. Ветки свежие, зеленые, сразу видно, что это свежие помидоры. Если сухая, сразу видно, это не свежие, давно, ну, отлежалый товар. А это нет, сразу вот видно, что свежий товар, свежие помидоры. Я тепличные в основном беру, и ветка вот. А почему? Ну, они натуральность, наверное, спрос больше на них. К тому же, если вы приобретаете продукты на рынке, там есть лаборатория, в которой исследуют овощи по органолептическим показателям на нитраты, радиоактивность и на тяжелые металлы. Если у вас возникли подозрения по поводу купленных овощей, смело можете туда обратиться. В овощах мы проверяем содержание нитратов и радиоактивной цеси 137. Если превышает, мы еще раз исследуем, отправляем лабораторию, республиканская лаборатория, чтобы они подтвердили наши исследования. После этого с началом решаем вопрос. Но если превышение будет, утилизируем. Ну, бывает превышение содержания нитратов в свекле, в моркови. Это мы уже запрещаем реализацию. И даже качественные овощи необходимо правильно мыть и готовить дома. Пестициды, очень вредные вещества, часто содержатся на кожуре овощей. Только у некоторых они проникают внутрь. Поэтому перед употреблением овощи можно помыть в воде с добавлением столовой ложки соды. И только после этого помыть под проточной водой. А вот морковь, свеклу и картошку лучше чистить щеткой. Но мыло и посудомоечные средства использовать не рекомендуется. Потому что при соединении с гербицидами и пестицидами они образуют еще наиболее опасные вещества. Человек есть то, что он ест. Наше здоровье во многом зависит от выбора здоровой пищи, в том числе и овощей. Их употребление – один из главных источников натуральных витаминов для человека. Пользу овощей нельзя недооценивать. А самыми полезными считаются овощи, которые выросли в той местности, в которой человек родился и живет. Поэтому внимательно выбирайте то, из чего формируется ваше ежедневное меню.